Торпеда БелАЗ Рецепт хорошего нападения. Интервью с Даниэлем Соса. Дивиденды Васиповича. Как местная Дю США приняла новое тренировочное поле. Ижодинская торпеда и столичный Минск похожи на стробоскопы, которые постоянно то вспыхивают, то потухают на футбольном поле. В этот раз светового шоу на стадионе торпеда не получилось. Но и без забитых мячей зрители не остались. Наша команда торпеда БелАЗ будет принимать футболисту футбольного клуба Минск. Устами ребенка глаголит истина. Звучит пословица. Интерпретируем это изречение по-своему. Футбольная форма – показатель заинтересованности детей. На трибунах стадиона торпеда молодых парней и девчат отличала форма Реала, ПСЖ, Ливерпуля и МЮ. А этот парень не забывает, что Нью-Кассел чемпик. Только вот в тишке автозаводцев были единицы. Тем не менее, молодое поколение болеет еще ого-го. Вот эти мальчишки еще до игры подготовили плакат, на котором позже расписался Яшин. Нет, парень, это ясно о футболе. До аккаунта в тиктоке мы пока не дошли, в отличие от джодинцев. А у них есть что глянуть. Хорошо, хорошо, мы поняли. Заканчиваем танцы и отправляемся к полю. Там уже прозвучал стартовый свисток. Вадим Скрипченко активно включается в руководство командой. В первом тайме у минчан мало что получалось. Понятно, что Торпедо играет дома при своих трибунах. Понимали, что была такая игра, что Торпедо будет где-то больше с мячом. Мы старались свою игру поставить на контратаках. Было пару неплохих побеганий, но где-то не хватало последнего паса. Молыш не отставал и начал жестко высказывать своим игрокам. Кому дважды говорил тренер, неясно. Весь Торпедо лихорадит по сезону. И в этой игре жодинцы снова не впечатлили. Наверное, в плане построения команды, задач тех, которых решаем, нам надо делать еще шаги больше. Мы это уже делаем, понимаем, но, к сожалению, не все так быстро. Любая команда хочет бороться за высокие места. Может, где-то с нами сыграло злую шутку, что начали говорить о том, что еще до начала сезона, а мы уже в тройке. Но надо доказывать дело, мы не знаем. Пока что поработаем. Девочка со сладкой ватой, наверное, главный хайлайт первого тайма. Зрители уткнулись в свои телефоны в надежде поймать опасный момент или гол. В первые 45 минут их ждало полное разочарование. Минск очень организованно играл сзади. Первый тайм они практически две линии выстроили, 4-5-1. Естественно, это тяжело преодолевать. В каких-то моментах мы неправильно действовали, впервые это подсказали. Ребята это понимали, что они неправильно. Мы объяснили. Старались заставить торпеда более раскрываться. Скрипченко показывал полную вовлеченность в процесс. Иногда уже слишком ярко. Тренер будто бы сам хотел выйти на поле, поэтому играл каждый вылетающий за боковую мяч. Минск этим летом изменился до неузнаваемости. Может, поэтому Скрипченко так недоволен. Сыгранности нет. Понятно, что пришли новые игроки, даже много новых игроков. Но я считаю, что с каждой игрой все будет лучше и лучше. Мы усердно работаем на тренировках. Хорошая атмосфера царит в команде. Стараемся, отрабатываем схемы. Поэтому я думаю, что с каждой игрой будем все лучше и лучше выглядеть. В начале второй половины торпеда все-таки забил. Гол на счету Шевченко. Сыграл на добивании и не празднует. В втором тайме забили гол и опять вот это вот чувство, что мы должны обязательно сегодня выиграть. И вот это давление сыграло свою роль. Пропустили со стандарта вроде какой-то безобидный гол. Но потом перестроили, стали больше играть в атаку, больше контролировать мяч, сдавать моментов. Почесав голову, Скрипченко дает команду действовать более агрессивно. И игра пошла. Такие качели дали пространство группе атаки торпеда. Но им хозяева не воспользовались. Зато Минск дивиденды извлек. Родион Печура сравнивает счет на 77-й минуте. Начали удерживать счет, хотя нужно было развивать преимущество. Пропустили контратаку соперников. К чему готовились, на что боролись, на то и на прорисках, говорится. Готовили, знали, что команда очень опасна в быстрых переходах. Но вот с одной из этих атак не справились. Это и есть без ложной скромности характер, сила воли. Лидеров кто-то должен на себя брать внутри команды. Моя работа в этом заключается. То есть, естественно, проблема есть. Проблема есть, как спасать матч, и как и удерживать счет. Милая кричалка этой девочки, конечно, добавила настроение в концовке. Только торпеда в этот теплый пятничный вечер в очередной раз теряет очки. Такие важные в борьбе за медали. В плане набора очков, да, улучшения есть, не проигрываем. Это уже хорошо. То есть, команда идет вперед. Задача на сегодняшний день – выиграть каждую игру. Посмотрите, что в таблице делается. И без ложной скромности скажу, здесь все меняется очень быстро. Как кто, как играет. То есть, все говорят простые вещи, что чемпионат выровнялся. Много сюрпризов, много таких непредсказуемых результатов. Поэтому здесь в некоторых компонентах кто кого как превосходит, так и результаты сказываются. То есть, борьба будет до последнего тура? Естественно. Мы, по крайней мере, будем на каждую игру выходить с целью победить. Давно в нашем чемпионате не было таких завязок, как в этом году. Но говорить в очередной раз о плотности борьбы не стоит. Взгляните сами на обзор матча 18-го тура «Беларусьбанк» в высшей лиге. Отдельного внимания заслуживает наш новый гость студии Станислав Суворов. Впрочем, обо всем по порядку. Начнем с обзора. Слуцк на городском принимал РЦОР БГУ, который после разгрома от жоденцев был сверх мотивирован. Несмотря на созданные студентами моменты, счет открыли хозяева. На 25-й минуте Константин Котов отлично пробил из-за пределов штрафной. Макавчик был бессилен. Активность Жереми на правом фланге приводила и к другим опасным моментам случан. Как, к примеру, на 33-й минуте, когда в штрафной гостей произошла неразбериха. Но отбиться все же удалось. Уже во втором тайме РЦОР БГУ включил свой реактивный режим и начал с забитого углового. Сверепо на дальней штанге оказался проворнее всех и головой вонзил мяч в ворота. 1-1. 57-я минута вместила в себя сразу два опасных момента. Сначала на высоте был броновец, а сразу же после шикарным сейвом отметился и Макавчик. Абдихоликов не хотел уходить с поля без очередного гола. Начал с удара головой в перекладину на 68-й минуте. А уже на 84-й отлично разобрался и с вратарем, и с защитниками и поразил ворота Слуцка. 2-1 в пользу студентов, хотя хозяева явно не заслуживали поражения в этой игре. Витебск с новым старым тренером Ясинским принимал у себя арсенал. И это стало отличным экзаменом для клуба из областного центра. Но эта миссия стала намного легче в самом начале матча, когда Скшинецкий схлопотал удаление за игру рукой в своей штрафной. Пенальти за этот инцидент уверенно реализовал Теверов. Десятая минута. 1-0. Шокированные пушкари стали ошибаться чаще, и уже через две минуты после первого гола Жумабеков воспользовался неточным поперечным пасом, прорвался к воротам и пробил мимо Абрамовича. 2-0. Беды арсенала продолжились в конце первого тайма, когда Скитова сбили в штрафной, и Теверов вновь подошел к точке. 3-0. Жумабеков продолжал угрожать воротам арсенала и во втором тайме. На 67-й минуте, к примеру, только реакция Абрамовича спасла команду из Дзержинска от четвертого гола. Как, впрочем, и в остальных моментах, которых хватало. Витебс громит соперника со счетом 3-0, и камбэк Ясинского можно считать успешным. Гомель Невинского лихорадит даже при неплохом подборе игроков, а вот Белшина, пусть и не обладает таким кадровым резервом, берет свое за счет хорошей организации игры. В очной встрече этих команд первое слово взяли хозяева. Ситько на 14-й минуте забросил на Потапенко. Форвард, не глядя, головой пробил штангу. Несмотря на давление хозяев, Белшина смогла найти в себе силы на острую контратаку, в которой Кухарчик прострелил на Васильева. Счет открыт на 25-й минуте. Это явно не понравилось Ситько самому активному на поле у Гомельчан, но его удары не достигали цели, как, к примеру, на 40-й минуте, когда Денисенко спас ворота от неприятного выстрела Павла. Тактика Белшины на контратаке полностью себя оправдала, как только Башкевич и Васильев сообразили второй гол на 44-й минуте. Выбежали, разобрались с защитниками, забили. 2-0. Последней каплей для команды Невинского стал гол Кухарчика на 60-й минуте. Илья классно принял мяч в штрафной, уложил на замахе панцию и пробил в дальний. Дело запахло разгромом. Реализация Гомельчан в этой игре – тихий ужас. Это подтвердит Маккась, который не забил вернейший момент на 73-й минуте. Плюсом ко всему у хозяев удалился Потапенко. О камбэке не могло быть и речи. 3-0 в пользу Белшины – не совсем ожидаемо, но абсолютно по делу. Батэ – еще одна команда с измененным тренерским штабом и сложными задачами. Экзаменатором Борисовчан в этот раз выступил Днепр. Первый действительно опасный момент у хозяев появился на 23-й минуте. Сначала Малькевич бил в упор, вратарь на месте. А секундами позже Бессмертный пытался пробить Журова. Не удалось. Впрочем, был и третий удар в этой атаке. При отыгранном вратаре в дело вступил защитник Днепра. Гол не заставил себя ждать. На 26-й минуте Милич головой отправил мяч вдоль ворот и нашел на дальней штанге Малькевича. Влад мастерски обыграл Журова. Могилевчане ответили через 4 минуты. Волков ценой травмы и продолжения игры дотянулся до летящего мяча и отправил его в ворота без шансов для Щербицкого. Более того, во втором тайме после углового на 65-й минуте гости могли выйти вперед. Лишь вратарские чудеса Щербицкого спасли Бате. Фортуна вернула должок желто-синим ногами Шуманского. Молодой талант на 89-й минуте ушел от Железникова и неотразимо пробил в дальнюю девятку. Важнейший шедевр и сложнейшая победа борисовской команды. Претендующая на медали минская «Динамо» принимала у себя славию и с первых минут обозначила свои претензии на победу. Бакич на второй минуте замыкал подачу с углового. Сокол на месте. Возможность забить была даже у центра «Дефа» сочивка. Александр на 27-й минуте головой пробил в перекладину. Гости не зевали. На 40-й минуте Ромес воспользовался ошибкой Хаткевича и мог забивать, но Егор вовремя бросился на мяч и спас ворота. Мазыряне даже сподобились на два гола. Оба были не засчитаны из-за офсайда, но после второго «Динамо» организовала острую контратаку, в которой мяч так и не дошел до открытого Вакулича. И ворота, соответственно, тоже. Еще один полумомент был у Жердева на последних минутах игры, но этот вечер обеим командам подарил лишь по одному баллу. Безголевая ничья. Лидирующий не по факту, но по потерянным очкам Шахтер принимал на строителей Ислач, который испытывает спад в игре. Матч в Солигорске не стал исключением из правил фарта. Уже на 11-й минуте Плакка грамотно зацепился за оппонента. Антич развел вратаря и мяч по разным углам. Все тот же бразилец имел шанс на исходе первого тайма. Его удар коснулся сетки с внешней стороны ворот. А вот самый реальный голевой момент был у Даниэля Соса. Совершенно непонятным образом легионер Ислачи с метра не попал в ворота после отскока мяча от штанги. Невероятно. На 60-й минуте Соса продолжил транжирить моменты. Его удар головой в уже отыгранное ворота пришелся мимо дальней штанги. Филипенко на 79-й минуте замыкал подачу с углового. Только вынос Пигаса спас Ислач от второго гола. Уже в добавленное время Самиев мог сравнять счет. Плотников недюжинными усилиями сохраняет для своей команды минимальную победу. И Шахтер продолжает претендовать на золото. На экране вы видите результаты 18-го тура Беларусьбанк высшей лиги. Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата. У Батэ и Шахтера равное количество очков, но у Солигорцев есть матч в запасе. Ислач стремительно сдает позиции, а Витебск смог выбраться из зоны вылета. 19-й тур начнется матчем Арсенала и Жодинского торпеда в пятницу. Гвоздем тура, безусловно, станет игра за 6 очков между Батэ и Шахтером на Борисов арене. Сегодня у нас в гостях главный тренер Шахтера из Петрикова Станислав Суворов. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Евсень, здравствуйте. Я думаю, стоит начать немножко издалека, не со взрослого футбола. Я знаю, что вы один из основателей детской школы «Респект», правильно? Да, все верно. Расскажите, пожалуйста, не мешает ли работа в детской школе вашей работе во взрослой команде в Шахтере из Петрикова или наоборот как-то помогает этому? Ну, я думаю, для меня это в большей степени помощь, чем какая-то помеха, так как я вижу, что происходит и с маленькими детьми в нашем футболе, то есть как они могут у нас развиваться. Понятно, есть и с чем сравнить и наш футбольный клуб, как мы работаем в своей школе «Респект», как работает в нашем клубе, ну и знаю наши белорусские академии, как работает там Факаминск и так далее. Вижу для себя свои какие-то плюсы, какие-то минусы, что мы можем сделать лучше. Ну, понятно, и наша вся система белорусского футбола. Может, хотелось бы, на мой взгляд, что-то изменить, но это не в моих силах. Но я могу это сделать в своей частной школе, не только своей, мы вместе еще с Басом Андреем Михайловичем, это также организатор этой школы, вместе работаем. Ну, я скажу плюс, так как могу видеть, что делается в детском футболе, в юношеском, то есть и взрослый футбол. Для меня это плюс. Никогда не нужно забывать о младшем поколении, даже когда ты работаешь со взрослым. Хорошо, ближе тогда к самому «Шахтеру». Команда идет на первом месте в первой лиге, практически всех крушит, ну, скажем, не крушит, но очень хорошо проводит матчи с любым соперником и готовится к повышению. Инфраструктурно, финансово и еще в каких-либо других аспектах клуб готов к высшей лиге? Я думаю, если у нас сейчас будет складываться положительно, думаю, готов, как бы это не проблема. На сегодняшний день это будет не проблема. Учитывая даже то, что, возможно, клуб потеряет некоторых своих лидеров, я к тому, что в Солигорский «Шахтер» из вашей команды ушел «Карпицкий». Почувствовали ли вы, что команду покинул один из лидеров и это отразилось на игре «Шахтера»? Так, чтобы отразилось на игре, нет, но однозначно мы почувствовались, мы потеряли, так скажем, острию атаки. Но есть и другие ребята, которые, ну, я в своей уже тренерской деятельности с этим не первый раз сталкиваюсь, когда кто-то хороший уходит и приходится искать кого-то другого хорошего, либо раскрывать кого-то другого хорошего. Есть и другие ребята потенциально также сильные, пускай это будет чуть-чуть уступать Егору Карпицкому, но есть потенциал и есть к чему стремиться, есть кого развивать. Продолжая вопрос о молодых талантах, вы как и тренер и детской команды, и взрослой, наверняка в теме того, как нужно развивать подрастающее поколение, воспитывать талантливых футболистов. И вопрос такой очень глобальный, но в то же время очень точный. В чем наша проблема заключается прямо сейчас? Почему наша сборная выступает не так, как нам хотелось бы? Наши клубы в Еврокубках проваливаются. Где мы потеряли, возможно, потеряли поколение? Где наши новые звезды, как Кутузов, Клеб, Корнеленко, Калачев? Сегодня такого у нас нет, и что произошло? Обратно же, я не скажу, что у нас нет каких-то ярких футболистов, они есть. Но есть та же проблема, я думаю, про которую вы имеете в виду. Это не так, как было раньше. То есть, все равно нам необходимо окунаться чуть ниже, это детский футбол. В детском футболе нужно быть правдимым, обратно же правдимым к самим себе, это и детские тренеры. У нас большинство детских тренеров работает на результат. Понятно, что в каждой стадии возрастной категории, извиняюсь, необходимо работать над определенными компонентами техник и так далее. И постепенно, только когда ты приходишь к уже подростковому возрасту, только тогда можно потребовать какой-то результат. И это на фоне дублирующих составов. Там первой лиги, высшей лиги, там, где она необходима. Но в детском футболе смысл от этих результатов. Мы сегодня выиграем «Ювентус», а что будет через 10 лет? Через 10 лет мы не умеем принимать мяч, мы не умеем отдавать передачу. Вот и в этом заключается проблема. Вы один из самых молодых тренеров вообще во всех трех дивизионах. И довольно перспективный, учитывая результаты «Шахтера». Представим ситуацию. Вам предложили перейти в один из топ-5 клубов высшей лиги. Согласитесь? Соглашусь ли я перейти туда? Да. Именно на сегодняшний день или каких-то других обстоятельств? Давайте в межсезонье. В межсезонье вполне вероятно, да, соглашусь. Но главное, чтобы у клуба были хорошие поставленные задачи, наверное. Так прогрессировать, стремление какое-то больше будет что-то сделать такое нереальное, либо тяжелую задачу выполнить. Ну, в топ-5 наверняка у всех задача одна, а чемпионство? Ну, однозначно. Но понятно, что будет нелегко, потому что там и футболисты будут себя ценить, и с ними необходимо будет находить общий язык. Не во всех это получается. Но когда у меня было время исполняющим обязанности в «Шахтере», я думаю, да, там с первого дня чуть жестко вошел, скажем так, контакт с футболистами. Но на футбольном поле я все равно превращаюсь в человека. Я играл в футбол, я знаю, как себя повести, наверное, с этими ребятами. И главное, чтобы у тренера была мысль и правильно ее доводить. Да, ребят, хорошая мысль, скажем так. Чтобы и футболисты шли на контакт для вот этой мысли, исполнения этой мысли. Только тогда что-то, думаю, получится. Спасибо вам за интересное, откровенное интервью. До новых встреч и удачи «Шахтеру» в первой лиге, уже, возможно, в высшей. Спасибо большое. Ислыч явно, как и РЦОР БГУ, открытие чемпионата. И если у студентов явно выделяется абдихоликов, то в команде Радькова командный баланс наблюдается чуть лучше. Впрочем, своя звездочка у волков имеется. Даниэль Соса, нападающий из Нигера, рассказал нам о своем пребывании в Беларуси. Руслан Лисакович. Отличный пас из глубины. Созах. 2-1. Ну, здесь все было очень красиво. И Даниэль Созах оформляет хитрик. Но, правда, с двумя голами в чужие ворота и одним голом в свои. Он приехал в Беларусь чуть более года назад. И сразу влюбил в себя яркой игрой, зажигательными танцами и фирменной улыбкой. Даниэль Созах уже оставил яркий след в нашем чемпионате. В первую очередь отмечу, что Беларусь очень красивая страна. Все очень круто. Но для меня главное – футбол. Стиль чемпионата мне подходит. К чему я и рад. Главный вопрос любому африканскому игроку всегда звучит так. Как тебе наша зима? Даниэль свой первый снег увидел именно у нас. Это была первая зима в моей жизни. Поэтому на предсезонке было трудно. Но я сумел адаптироваться и сейчас все хорошо. Ислач для Созаха – первая профессиональная команда. И первый полноценный контракт. Но его уверенности, конечно, можно позавидовать. Он будто бы заранее знал, что на полях Беларуси у него все получится. Ислач – первая профессиональная команда в моей жизни. Мой первый контракт. Я уже играл в Европе, но только на молодежном уровне. В моем предыдущем клубе я много забивал, поэтому был готов к профессиональному футболу. Начать карьеру здесь было хорошим решением. Выслачи я на виду и могу продемонстрировать свои лучшие качества. Белорусский футбол для Даниэля не стал прям уж большим сюрпризом. О чемпионате он был наслышан. В том числе благодаря нашим топам. Я ожидал, что в Беларуси серьезный уровень. Здесь есть несколько по-настоящему больших клубов с историей. Адаптация к новому футболу прошла довольно гладко. Штаб Ислачи быстро привел нападающего в хорошую форму. Проблем добавляет разве что языковой барьер. Хотя в повседневной жизни он не особо ощущается. Проблем с адаптацией было немного. Я упорно тренировался, штаб помогал мне. Это и помогло мне выйти на совершенно новый уровень. Что касается языка, то на нем я пока не говорю. Конечно, я знаю несколько слов, но не более того. Без проблем могу сходить в магазин или кафе. Могу, например, с моим агентом пойти в ресторан. Хорошо, что Артем Радьков говорит на английском. Это очень помогает. Особенно теплые отношения у Созаха сложились с другим африканским легионером Ислачи, Иваном Дибанго. Парни не только партнеры на поле, но и соседи, и друзья. С Дибанго мы почти братья. Очень хорошо общаемся. Мы живем вместе и помогаем друг другу. История успеха Ислачи с Созахом напоминает еще одно удачное приключение клуба. Чуточку ранее. Вы же помните про Момо Янсане. Вот и Даниэль не забыл. Да, я знаю про Момо Янсане. Видел, как он играет еще в Гвинеи. Конечно, знаю и то, что он играл за Ислач. Следят за его успехами и дома. Уж будьте уверены, не только Радьков может высказаться по поводу его игры. Ведь семья – важная часть жизни африканского форварда. Моя семья смотрит каждый матч Ислачи, когда я в составе. Они подбадривают меня и, понятно, могут покритиковать. После игр часто получаю сообщения о том, хорошо ли я сыграл. Это приятно. Сам Даниэль понимает. Без перехода в стан волков у него вряд ли бы получилось так заиграть в Европе. Роль Ислачи в моем успехе высока, признается Созах. Переход в Ислач помог мне запустить мою карьеру. Благодаря этому клубу теперь я игрок национальной сборной Нигера. Меня заметили. Моя семья из Ганы, я и сам оттуда. Но предложение сыграть за сборную Нигера из разряда тех, от которых не отказываются. Лучший бомбардир клуба с пятью забитыми мячами. Созах стал ключевым футболистом одной из команд-сюрприз этого сезона. Что дальше? Все будет хорошо. По крайней мере, на это Даниэль и настраивает. Я чувствую ответственность, да. Понятно, что в Ислачи много действительно серьезных футболистов, на которых и держится игра команды. И я стараюсь им помогать. Мы провели хорошую подготовку к сезону. У нас очень мотивированный и голодный до побед состав. Поэтому я не удивлен, что сейчас мы вверху турнирной таблицы. АБФФ не так давно открыла новое поле в Осиповичах. Уже сейчас мы можем видеть, что эта инициатива приносит даже больше пользы, чем ожидалось изначально. Смотрите наш сюжет с обновленного «Локомотива». Осиповичи. Стадион детской и спортивной школы. Молодежь с азартом играет в 300. Рядом первые удары по мячу делают еще совсем маленькие футболисты. Здесь же на кромке поля девчата устроили фотосессию. Свой движ у воспитанников местной дюшки. Активная фаза их тренировки начнется с минуты на минуту, пока можно потянуть мышцы. В стороны. Махи аккуратно. Друг друга не ударить. Несмотря на лето, парней довольно много. Сезон у пацанов начнется ближе к сентябрю. Сейчас еще каникулы. Но на поле все равно тянет. Видно, что они глаза горят. И на этом поле приятно, что в процессе ты получаешь удовольствие. Когда мяч тебе приходит ровно в ногу, если дает хорошую передачу, они отскакивают куда-нибудь. Поэтому видно по ним, что настроены они серьезно на работу. Катится ровно. Этот нюанс тренер упомянул не просто так. Совсем недавно местная спортивная школа, благодаря инициативе АБФ, получила новое футбольное поле с искусственным покрытием. Для Осиповича это большая удача и большая возможность. Егор, туда, на ту сторону. Там, вон, свободный мяч. Ребята, первое упражнение спокойно. Мячи в ногах. В касании отыгрываемся. Спокойно. Красные на месте работают. Зеленые все в движении. Отыгрался, меняешь позицию. Любого свободного ищешь. Мы первоначально занимались в дюшке. Там играли года три, наверное, или два. Потом мы перешли на фок, на коробку. Там играли. Ну, когда уже перешли на это поле, стало куда комфортнее. Оно хорошее, искусственное. Мне нравится. Когда зима, то есть на натуральном поле нельзя играть. А тут почистил снег и можно продолжать играть. Несмотря на достаточное количество футбольной инфраструктуры в городе, раньше проблем у местных футболистов хватало. Коробка на стадионе «Юность» всех желающих вместить не может. Натуральное поле здесь отдано на откуп команде первой лиги. Есть в Осиповичах еще и стадион «Олимпиец». Выглядит он, правда, так себе. И здесь когда-то открыли площадку 20 на 40. Но без должного присмотра она стала непригодной для нормальных тренировок. Ну, давай, Сема, давай, 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 давай. Это очень огромный плюс для нашего города. Здесь сейчас будут ребятки заниматься. И я скажу, что в отличных условиях, скажем так, мы, я думаю, не будем уступать некоторым городам с построением этого поля. Дмитрий Кердун видел все, что происходило в местном футболе последние 30-35 лет. Играл и тренировал сам. Помнит выход Осиповича в высшую лигу. Говорит, футбол здесь всегда любили. И всегда в городе росли хорошие игроки. Сащека, Крот Сергей, Цинкевич Сергей, Осипович, Литвинка, Дима Борозна, Свериденко, Веремейка. Хоть в какой-то маленький период, но тоже играли ребята на уровне высшей лиги. Чтобы вы понимали, сейчас у нас порядка 12-15 воспитанников занимаются в более сильных академиях, там, школах. Потому что ребятки переросли немножко этот уровень. Ну и с открытием этого футбольного поля я считаю, что больше детей придет заниматься футболом. И у нас больше появится звездочек, скажем так. Общаемся с родителями. Не на камеру, правда. Отличная поляна, говорят, для нашего климата синтетика панацея. Но осенью без освещения здесь работать будет трудно. Да и сетка за воротами не помешала бы. Мяч иногда улетает на проезжую часть. Но это вопрос к местным властям. Детей много. Нужно доводить условия до ума. В районе 150 человек где-то. Вот так на всех тренеров спортивной школы занимаются детей у нас по всем возрастам. Условия были, можно сказать, в принципе, когда зима у нас в залы. Можно сказать, залы более-менее еще для детей младшего возраста. Более-менее подходит все нормально. Что касается занятий на поле, на улице, когда раннее осень или весна уже, когда потеплело, тогда, конечно, у нас были определенные проблемы, потому что не хватало нам хороших условий. Потому что дети как бы привыкли в зале работать. И как бы вот это нам очень нужно было вот такое, как сейчас поле у нас появилось. Для нас это большая, как бы сказать, радость. И не только для детей, даже для нас, тренеров. Потому что тяжело ребенка с маленького пространства, с зала, как бы вывести на большое стандартное поле, научить чему-то. Осиповичские мальчишки, естественно, мечтают вырасти в больших исполнителей. Грезят европейскими топ-клубами. И, как показалось, понимают уже сейчас, что для этого нужно. Да, есть мечта. Но для этого надо тренироваться. Надо много тренироваться и учиться для этого, чтобы попасть. Иметь хорошую дисциплину, что тебя взяли, например, хорошие тренера. Вот от этого будет и опыт появляться. В вопросе реализации мечты, естественно, помогают должны тренеры. Дмитрий Кирдун в прошлом сезоне тренировал главную команду Осиповичей. В этом руководитель клуба попросил работать с детьми. Многие такие решения воспринимают как ссылку, но только не он. Самое главное – это искренность. Вот это самое главное. Это еще говорил Эдорат Васильевич Малафеев. Ну и, конечно же, детский задор, детские какие-то победы, проигрыши. Вот это у ребят сразу видно по глазам, по лицу, по их настроению, по как они себя ведут. То есть, ну, я же говорю, тут много качеств, которые можно найти в детском футболе. Ну, повторюсь еще раз, это самое главное – это искренность. Всего месяц остался до того, как национальная сборная снова ступит на поле сражений в Лиге наций. К тому времени наверняка определится тройка лидеров, которая распределит между собой медали чемпионата и главные претенденты на вылет. Обо всем этом мы расскажем. До встречи в следующий понедельник. С вами было Ясно о футболе.